Каждому автолюбителю необходимо знать правила дорожного движения, однако порой возникают ситуации, когда путь анонсу создает неправильно нанесенная дорожная разметка. Об одном таком участке в Адыгехабльском районе республики нам рассказали сами водители. В ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхцы. Вот я ехал с Черкеска в Раковский пост, поворачивал на Ирсакон, поехал по этой полосе. Тут нет знака, что сюда нельзя ехать. Данное видео снято одним из постоянных телезрителей вестей на этом участке автодороги. Чтобы разобраться в ситуации, мы приехали на место. Для тех, кто постоянно передвигается транспортом в сторону Ирсакона, расположение полос уже стало привычным. Они точно знают, где не стоит проезжать. Однако новички постоянно путаются. Сразу после нарисованного белого треугольника сворачивают налево и попадают навстречу. В ужасе начинают маневрировать и, проезжая через сплошную линию разметки, оказываются перед стоящими около остановки общественного транспорта автоинспекторами Адыгехабльского района. Именно так и произошло с Владимиром, автором присланного нам видео, который несколько дней назад ехал из Черкесска в сторону Ирсакона. Поворачивая налево, здесь ни разметки, ничего такого нет. И получается так, что я выехал, оказывается, на встречную полосу движения. Ничего не предвещало беды, но метров 100, наверное, стояли сотрудники ДПС. Полицейские составили протокол, где отразили, что водитель пересек сплошную, за что предусмотрен штраф 5000 рублей, а в некоторых случаях и лишение прав на управление транспортным средством. Большинство автомобилистов в подобной ситуации, даже если не согласны с решением, заплатят требуемую сумму и постараются поскорее забыть о случившемся. Владимир же поступил иначе. Вот такая вот ситуация произошла неприятно. Я понимаю, что я не первый и я не последний, если этот вопрос не решить. Я зарабатываю свою копейку и я готов отдать это государству, если я виноват. Если я за собой не чувствую вины, извините, надо доказывать это. За разъяснениями мы обратились в региональное управление госавтоинспекции. Там подтвердили как факт случившегося, так и то, что разметка на участке автодороги Ураковская-Рсакон должна быть иного вида, о чём свидетельствует ранее утверждённая документация. Сотрудники ГИБДД при установлении факта совершения административного права нарушения руководствовались нанесённой на проезжую часть дорожной разметки 1.1, правил дорожного движения, который разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах. При поступлении обращения сотрудники управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской республике провели обследование данного участка автодороги. На месте было установлено, что данная разметка не соответствует проекту организации дорожного движения. Собственнику автодороги направлено информационное письмо, в котором указано на необходимость как можно скорее привести горизонтальную разметку в соответствии с проектом. Что касается тех водителей, которые также оказались невольными жертвами недоработки дорожных служб, то они имеют полное право обратиться в надзорное ведомство, в котором после ознакомления с документацией без сомнения подтвердят их невиновность. Как видим, иногда убеждённость в правоте помогает выявить подобные несоответствия, ведь не будь обращения от Владимира, ошибка, скорее всего, так и не была бы устранена. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгихабльский район.